Привет! Меня зовут Владислав Матяш, я главный редактор журнала «Автоцентр» и напоминаю вам, что продолжается голосование во всеукраинской акции «Автомобиль года 2019». И именно от вас зависит, какой из претендентов станет победителем. А я же хочу вам представить одного из претендентов на звание «Автомобиль года» — это кроссовер Renault Duster. Сохранив знакомый силуэт и характерные отличительные черты, кроссовер Renault Duster в данном поколении немного подрос. Теперь его длина составляет 4 метра 34 сантиметра, а колесная база 267. Но отличия кроются в деталях. Взгляните хотя бы на переднюю часть автомобиля. Новые фары, новая радиаторная решетка, иной бампер. Да и в целом, если сравнивать с предшественником, то в новом Renault Duster не осталось ни единой схожей внешней панели. И даже по передним крыльям это заметно, потому что у нас есть вот такие вот отличительные вставки. Ну а что касается кормы, то здесь внимание сразу привлекают совершенно иные фонари. И они же стали предметом довольно жарких дебатов. Кому-то нравится больше, кому-то меньше. Но согласитесь, так или иначе, в новом поколении Renault Duster стал выглядеть симпатичнее. Но еще больше эффект новизны усиливается в салоне. Новая передняя панель, которая слегка развернута к водителю. Новые приборы, рулевое колесо, дверные карты. Но больше всего мое внимание привлекла центральная консоль. Да, мультимедийная система с экраном 7 дюймов мне уже знакома по другим моделям Renault. Но вот оформление блока климат-контроля достойно всяческих похвал. Отдельные кнопки-клавиши и три шайбы регулировки настроек климата. И как вишенька на торте экраны, которые вписаны внутрь. Кроме нового стиля и дизайна, у Duster появились также и новые опции. Одна из них это система кругового обзора. И включая заднюю передачу, вы можете выбирать тот вид, который вам больше подходит в данный момент. Например, взгляд назад, классический, либо же вперед, либо же по каждой из сторон автомобиля. Это очень удобно при парковке, особенно когда обзор ограничен. На нашем рынке Renault Duster предлагается с двумя силовыми агрегатами. Бензиновым на 115 лошадиных сил и дизельным мощностью 110 лошадок. В обеих модификациях доступен как моно, так и полный привод. Но сочетается он только с механической коробкой передач. Она в таком случае будет шестиступенчатой. Если же вам нужна автоматическая коробка, то тогда следует выбрать дизельную версию. Ну а в качестве автомата здесь шестиступенчатый преселективный робот. Объем багажника кроссовера зависит от его модификации. У полноприводной он вмещает 414 литров, а у моноприводной больше – 478. Но в любом случае неоспоримым преимуществом является наличие полноразмерной запаски под фальшполом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok